Кто сказал, что Панама – это летний головной убор? Современные дизайнеры позаботились о тех, кто ее хочет носить круглый год, и шили зимние модели. Как правильно выбрать теплую Панаму, расскажем. Изначально Панама и не была летней. Ее придумали специально для ирландских фермеров и рыбаков, как защиту от дождя. А на подиумах Панама появилась в 70-х. Меховая Панама – это не оксюморон. Российский модный дом выпустил модель классической формы из каракульчи за счет материала удовольствия не из дешевых – 3000 рублей. По цветовым трендам теплые Панамы, как ни странно, мало отличаются от летних вариантов. Ярко – значит хорошо. А вот материал нужно подбирать внимательнее. 100% хлопок или шерсть быстро потеряют товарный вид. Необходимо немного синтетики. А сейчас рассмотрим удачные модели теплых Панам. Эта Панама – 100% кожа. В ней будет комфортно, тепло и уютно. Обратите внимание на поля. Строчки, которые выполнены очень аккуратно и очень филигранно, только украшают и обрамляют ваше лицо в очень выгодном варианте. Одна сторона – это букле с акцентом в виде логотипа. А другая сторона, обратите внимание, это также тренд сезонно – стёжка. Рекомендую такое изделие носить осенью и зимой. С внутренней стороны оно будет греть вас зимой. Если мы меняем местами, осенью оно будет также весьма комфортным. Эти Панамы вам не нужны. Рассмотрим антитренды. Принт – клетка, весьма неакцентный. Это изделие выглядит, как будто оно уже подержанное и не имеет никакой эстетики. А дополнительный элемент в виде цветка создает образ не девушки, а бабушки. Панама сама по себе слишком акцентна. Вязка меланж, крупная вязка. Дополнительные акценты сделаны в виде веревки, которые утяжеляют Панаму, утяжеляют внешний вид девушки. Эту вещь очень сложно вместить в ваш гардероб. Теплую Панаму летом не наденешь. Да и зимой она не вполне подойдет под любую верхнюю одежду. Поэтому коррекционировать Панамы не стоит. Достаточно одной-двух моделей самых ходовых цветов. Будьте стильными вместе с нами!